МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Педагогам соцподдержку губернатор утвердил новое положение о дополнительных выплатах работникам системы образования. И в дождь и всрякать дорожное полотно строители кладут, пренебрегая всеми правилами, кто ответит за это. И творится добро. Необычные дети Ноябрьска принимают подарки от неравнодушных людей. Итак, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин утвердил новое положение о порядке предоставления мер социальной поддержки работникам системы образования Ямалоненецкого автономного округа. В частности, документ регламентирует порядок выплат единовременного и ежемесячного пособия молодым семьям, выплат пособия при назначении трудовой пенсии по старости и компенсации на оздоровление. Согласно документу, начиная с 1 января 2014 года, ежемесячное пособие новоиспеченным педагогам будет выплачиваться в течение трех лет. Выплата при назначении трудовой пенсии по старости будет предоставляться работникам, которые не менее 10 лет проработали в государственном или муниципальном образовательном учреждении Ямала. Кроме того, работникам системы образования округа один раз в два года будет предоставляться компенсационная выплата на оздоровление. Жители Ноябрьска неоднократно наблюдали картину, когда подрядчики продолжали укладывать асфальт на улицах города, несмотря на снегопад или дождь. А это значит, что работы велись с нарушением нормативов. Эту проблему сегодня на заседании Совета директоров поднял первый замглавы администрации города Андрей Касьяненко. В частности, речь зашла о работах в рамках программы благоустройства дворов, которыми занимается НЖСК. Укладывать асфальт подрядчики начали существенным нарушением графика и вопреки неблагоприятным погодным условиям. Первый замглавы подчеркнул, что за такую халатность администрация расплачиваться не намерена. Все, что будет уложено в асфальт, в погодные условия, несоответствующие требованиям СНИПа, считайте, что вы это делали за свой счет. Я никаких актов не подпишу, пока вы не докажете, что уложенный асфальт соответствует всем требованиям СНИПа и так далее. Одно строим, а другое калечим. В редакцию новостей нашего города обратились люди, возмущенные действиями подрядчиков занятых ремонтов сетей на улице Высоцкого. Напомню, еще прошлой весной Андрей Касьяненко настоятельно рекомендовал бережно относиться к зеленым насаждениям в районе проведения ремонтов. Но на Высоцкого, похоже, эту просьбу решили проигнорировать. Молодые деревья, которые едва прижились, здесь рабочие заварили трубами и переломали тяжелой техникой. Так что местные жители опасаются, что после завершения работ вместо нынешнего пусть и скудного газона останется песчаная пустыня. Ямальцы помогут решить судьбу денег на капремонты. Госжилинспекция совместно с порталом ЖКХ Ямал приглашает жителей округа обсудить и внести предложение в региональный законопроект об организации проведения капитального ремонта общего имущества. Напомню, что в России принято закон о создании системы финансирования капремонта многоквартирных домов, который вводит обязательные ежемесячные платежи для собственников квартир. Некоторые аспекты работы новой системы финансирования каждый регион разрабатывает самостоятельно. На Ямале законопроект подготовлен, но не утвержден, и есть возможность его доработать с учетом мнения жителей округа. Ознакомиться с документом и высказать свои предложения можно на сайте ЖКХ Ямал в рубрике «Общественная экспертиза». Всему виной должники. Жизнь собственников двухэтажки по республике 4 из-за неплательщиков превратилась скорее в выживание. Из ржавых труб все время течет вода, стены покосились, потолок провис, а пол прогнил. Коммунальщики отвечают, прежде чем требовать ремонта, верните долги. Рубрика «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». Вот вы сами можете видеть, что здесь все сгнившее, абсолютно сгнившее. Никакой замены и ремонта. Не то, что мы не наблюдаем, мы даже уже не ожидаем, если честно, сколько обращались, ремонт не делается. Вызов аварийной службы – привычное дело для жильцов двухэтажки. Коммунальщики здесь гости желанные, но редкие. На все просьбы приехать отвечают – заявка принята, ожидайте. Вот и дождались жильцы до того, что их дом превратился в полный коммунальный хаос с осевшими сваями, едким запахом и дырах в стенах. Угол дома поднялся буквально на 15-20 сантиметров. Вот через эту щель тоже попадают к нам осадки. И прямо домой. То есть каждый вечер после дождя мы убираем воду из кухни. Но это лишь внешнее проявление коммунальных катаклизмов. Внутри подъезда все гораздо страшнее. Куда ни повернешь – дыры найдешь, а также ржавые трубы, из которых постоянно течет вода. А зимой она замерзает и превращается в ледовое препятствие. Кроме этого, жильцов беспокоят расшатанное перило, гнилой пол, провисший потолок. Отдельной темы заслуживают батареи. Точнее – их отсутствие. Вот здесь была батарея. Вот она, так год и стоит. Была течь, вызвали сантехников. Они ее просто отрезали и ушли. Год всем подъездом не можем добиться, чтобы они пришли и поставили нам. Они всегда заняты, всегда на вызове. А всему виной должники. Видимо, также личная контора решила выбить деньги у злостных неплательщиков. Попытки сделать ремонт для жильцов превращаются в настоящие пытки, а даже у тех, кто исправно платит за коммунальные услуги. Михаил Иванов рассказывает, что 8 месяцев писал заявление в управляющую компанию, прежде чем ему устранили течь в стояке. А даже если не оплачено у кого-то, я вот все равно не представляю. Людей берет спиня, какие-то есть другие санкции. Почему ЖИУ хочет, чтобы мы сами как-то ходили и действовали на неплательщиков? Мне кажется, у ЖИУ больше гораздо шансов получать с них деньги. Последний раз капитальный ремонт дома производился в 98-м году. Прошло уже много лет, и дом находится в ветхом состоянии. Но аварийным его не признают. Говорят, нет экспертизы. И когда это случится, неизвестно. В это приходится людям мучиться в собственном доме. Причем и тем, кто задолжал за коммунальные услуги, и тем, кто оплачивает ЖКУ вовремя. Кирилл Мигель, Елена Жаркова, Анатолий Присич. Новости нашего города. Мы связались с управляющей компанией, ведение которой находится дом номер 4 по республике. Там нам пояснили, что капитальные работы здесь не ведутся действительно из-за большого долга за ЖКУ. На маленькую деревяшку приходится 1 миллион недоплаченных рублей. Заявление от жильца, который, кстати, платит безоговорочно, принятое накануне, сейчас находится на рассмотрении у главного инженера. А что касается признания дома аварийным, то здесь, говорят в УК, должны сработать сами люди. Пригласить независимую оценочную экспертизу. Только она сможет установить дому статус. В Ноябрьске пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась контрабандой наркотиков. Об этом сегодня на аппаратном совещании доложил заместитель начальника окружного управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Ростислав Исаев. Длительное время задержанным удавалось тайно поставлять в город наркотические средства из ближнего зарубежья. Из соседнего Казахстана в Ноябрьске запрещенные вещества перевозили автотранспортом. Однако меры конспирации, принятые ими в конечном счете, себя не оправдали. Изъято более 3 килограмм 800 грамм. Это крупная партия. Таких преступлений по округу практически нет. Всего выявлено 3 контрабанды в округе. Самое крупное изъятие – это 150 грамм. Очередная трагедия в Ноябрьске произошла накануне. Вечером 6 октября в собственной квартире на балконе повесился молодой мужчина. Его обнаружила подруга матери, которая этим вечером находилась в гостях у погибшего. О том, что это суицид, уверяют родственники. По словам матери, сын не раз предпринимал попытки свести счеты с жизнью. Сейчас эту версию проверяют следователи. В настоящее время следственным отделом по городу Ноябрьске по факту самоубийства мужчины проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства, приведшие его к принятию такого решения. Ну, а также не явился ли этот поступок результатом воздействия на его со стороны третьих лиц. Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего доцента одного из ноябрьских филиалов университетов, получившего взятку от студентов. Напомню, в марте педагог принял от своих учеников 55 тысяч рублей за проставление в зачетных книжках отметок о сдаче экзамена по предмету прикладная механика без его фактического проведения. Незаконные действия доцента-взяточника были пресечены. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей с лишением права заниматься преподавательской работой сроком на один год. Посчитав это наказание чрезмерно суровым, преподаватель обжаловал приговоры в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия у округа оставила жалобу осужденного без удовлетворения, а приговор без изменения. Вот так 55 тысяч чужих не заполучил, зато собственных теперь больше 2 миллионов отдаст государству. Правительство России готовит предложение по продлению действия программы материнского капитала после 2016 года, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ее модель планируется обсудить в первую очередь с обычными людьми, для того, чтобы понять, что необходимо захоронить из того, что было, а что добавить нового. Но это пока перспектива, а вот то, что уже намечено на ближайшее время, 2014 год, так это увеличение суммы материнского капитала. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на дискуссионной площадке в рамках работы Съезда партии «Единая Россия», сказал, что размер материнского капитала вырастет на 20 тысяч и составит 430 тысяч рублей. Кстати, по данным Управления пенсионного фонда «Ноябрьска», с начала действия программы сертификаты получили 4335 семей. Из них 1686 уже реализовали полученные следствия. Большинство мамочек, это 1625, с помощью материнского капитала улучшили свои жилищные условия. 61 семья за эти деньги выучила детей, а вот откладывать на старость никто не захотел. Средствами можно распоряжаться как в полном объеме, так и частями. Например, погасить кредит, а на оставшиеся деньги выучить ребенка. Причем финансы можно направлять на образование всех малышей, воспитывающихся в семье. Напомню, помимо федеральных выплат, ямальские родители с 1 января прошлого года могут рассчитываться на получение регионального материнского капитала в 350 тысяч рублей. Этой возможностью в «Ноябрьске» уже воспользовались 485 семей. Правда, получить эти деньги можно только при наличии определенных условий. Ребенок должен быть третьим и появиться на свет не раньше 2011 года. А мама на момент рождения должна прожить на Ямале не менее пяти лет. Проблемы инвалидов при устройстве на работу обсуждали сегодня в «Ноябрьске». На конференции по вопросам занятости людей с ограниченными возможностями здоровья собрались представители муниципалитета, потенциальные работодатели и сами инвалиды. По официальным данным, в городе более 4 тысяч людей с ограниченными возможностями, но работают из них единицы. Достаточно многие предприятия, которые попросту не принимают в свой штат таких людей, придумывают каждый раз все новые отговорки. И это несмотря на то, что закон обязует в процентном соотношении предоставлять людям с проблемным здоровьем рабочие места. Для меня, конечно, сегодняшнее присутствие очень важно, потому что ту работу, которую проводит общество инвалидов, ту работу, которую проводят активные инвалиды нашего города, это как раз та показательная работа, которую необходимо поддерживать и необходимо всегда держать во внимании. Потому что активность инвалидов, людей с ограниченными возможностями, она дает вдохновение всем здоровым людям для того, чтобы на самом деле определить, какую активную жизненную позицию необходимо держать. Необычные дети Ноябрьска принимают подарки. На просьбы о помощи, например, в приобретении инвалидной коляски, компьютера или даже мебели, откликаются не только предприниматели, но и просто жители города. Благодаря неравнодушию людей, собственный тренажерный уголок появился сегодня у Жени Кучко. А мама Ксюши Шелиховой на подаренные семье деньги сможет хоть и на какое-то время обеспечить ребенка необходимым лекарством. В семье Кучко сегодня гости с долгожданным подарком, спортивным тренажером. У мальчика врожденный аутизм, так что заниматься спортом важно в первую очередь для того, чтобы поддерживать физическое состояние здоровья. Женя давно мечтал о таком приобретении. И вот нашлись люди, которые исполнили мечту мальчика. Хотелось поблагодарить за чудесный подарок, которым ребенок действительно мечтал и давно уже хотел, но пока мы не могли себе это позволить. О том, что гости сегодня будут, Женя знал, поэтому к их визиту подготовился заранее. Эту аппликацию сделал сам, специально для человека, который подарил такую радость. Тренажер, рассказывает мама мальчика, теперь займет одно из лучших мест в квартире, в которую, кстати, семья переехала совсем недавно. Уголок как раз тут будет освободиться, и то есть он сюда бы вписался идеально, потому что очень мало у нас в городе организуется спортивных секций, где можно деткам с ограниченными возможностями заниматься. Поэтому пытаешься в домашних условиях хоть что-то сделать, чтобы ребенок как-то физически развивался. А вот у Ксюши Шелихова ремотоидный артрит. Поражены ее суставы. Девочка нуждается в постоянном лечении. Одной из составляющих – дорогостоящие уколы. Стоимость одного – 80 тысяч. А таких ребенку нужно ставить 4 в месяц. Дедушка Анатолий Иванович попросил передать тебе вот тут 10 тысяч денег, чтобы ты и твоя мама смогли приобрести вот лекарства, которые вот нужные лекарства. Но деньги в этой семье нужны не только на лекарства. В центре, где восстанавливает здоровье Ксюша, родителям ни койки в палате, ни другого места для проживания не предоставляют. Вот и приходится каждый раз выкручиваться. Мы ездим в Москву, и там получается, что с 5 лет дети лежат одни. То есть нас не ложат никуда. Там в справке нам пишут, что нуждаются в сопровождении, а сопровождающий, получается, на улице остается. И вот Миля всегда нам помогает, она собирает деньги, чтобы я там хотя бы хоть где-то жила не на вокзале, а могла снять себе какое-то там жилье и как-то там выжить это время. Миля так ласково родители необычных детей называют руководителя общественной организации. У нее хоть и у самой ребенок с ограниченными возможностями других, таких же, как она, мам и пап, попавших в трудную жизненную ситуацию, она не оставляет. Вот только сегодня, не без ее участия, подарки и деньги от неравнодушных людей получили сразу 10 семей. Когда уже вы едете на лечение? После завтра. После завтра. Ты там долго не будешь, ладно? Как вылечишься, сразу домой, ладно? Потому что у нас скоро тут новое направление откроется. Будем работать, работа у нас с песком. Мы будем картины из песка готовить, делать. Очень красиво, потому что у нас в городе такого направления еще нет. Скоро мы открываем комнату психоистской разгрузки при дворце молодежи. Скоро у нас открывается магнитотерапия в Озерном, так как в этом году мы получили субсидию от администрации города 100 тысяч. И мы приобрели аппараты АМОАТОС с приставкой оголовья и ФОРПРОФ. Это которые наши дети, ДЦП, вот кто болеет, нуждаются, даже взрослые. Юлия Москалик, Виталий Харченко, новости нашего города. Кардиологи и специалисты по профилактической медицине озабочены тем, что большинство людей активного возраста практически не интересуются состоянием здоровья своего сердца и сосудов. Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал опрос, который показывает, что 9 из 10 респондентов уверены, что состояние их сердечно-сосудистой системы в норме. Причем половина делает такой вывод, исходя из собственных ощущений, а не медицинского обследования и заключения врача. Между тем, такие серьезные и распространенные заболевания, как гипертония и атеросклероз, приводящие к инфарктам и инсультам, развиваются в течение многих лет практически бессимптомно. У человека может регулярно повышаться артериальное давление, превышать норму уровень холестерина в крови, но он об этом не подозревает. Тем не менее, четверо из 10 респондентов никогда не измеряли уровень сахара, холестерина, а за артериальным давлением регулярно следят всего 7%. Наиболее эффективной мерой для улучшения здоровья в отношении сердечно-сосудистых заболеваний опрошены и считают проведение бесплатных медицинских обследований. И лишь менее половины отметили важность принимаемых мер по борьбе с вредными привычками. Уральская ярмарка в эти дни работает в магазине «Монетка» на магистральной. Всевозможные явства, трикотаж, посуда – лишь малая часть того, что предлагают ноябрьцам торговцы со всего Урала. Подробности в завершающем материале выпуска. Сыры, вручную взбитое масло из топленого молока, сосиски, сардельки и колбасы. У нас белорусская продукция фермерских хозяйств со всей Белоруссии. Продукция очень интересная и очень вкусная. А на этом маленьком столике умещается едва ли не полмира. От выбора специй с разных концов планеты глаза разбегаются. На сладкое – конфеты, печенье, халва, конфитюры и мед. Приобрести здесь можно даже трикотаж и термобелье производства Германии. Особенно актуально в наших климатических условиях. Есть варианты. Модели сделаны из синтетического волокна, из полипропилена, полиэстера. Есть варианты с добавлением хлопка, с добавлением шерсти. Незамерзнуть помогут шапки, пуховые варежки, а также шубы и пуховики. С новым поколением материал – тенсулайт. Он очень теплый, морозоустойчивый, легко стирается. То есть аналогичные пуху белой утки, только это натуральный материал, это искусственный материал. А это – новейшие разработки в области нанотехнологии. Жилец подогревом. Он работает от аккумулятора. Аккумулятора хватает в зависимости от выбранной зоны обогрева от 6 до 12 часов, что очень удобно в условиях суровой зимы. Ножи из Златоуста, города оружейников – большая редкость. Дамасская сталь, золотое напыление – таких в городе не сыскать. Все ножи сертифицированы. На каждый нож сертификат соответствия, что они не являются холодным оружием, что это ножи хозяйственно-бытового назначения, туристические или разделочные. Каждый, кто купит такой нож, будет очень доволен и на рыбалке, и на охоте, и даже за грибами сходить в лес с таким ножом – одно удовольствие. Работать уральская ярмарка будет недолго – до 12 октября. Успеть запастись всем необходимым можно по адресу Магистральная 7, магазин Монетка, второй этаж. Каждого покупателя ждет приятный сюрприз – шампанское в подарок. Кирилл Мигель, Анатолий Присич, Виталий Харченко. Новости нашего города. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. Новости АЗС «Газпромнефть» Температура – минус 3 градуса.